Девушки отдыхают В условии, что они прожили в Хакасии не менее 10 лет. Причем жили все это время в съемной квартире. Или же имели собственное, значение не имеет. На этом перечень не заканчивается. Депутаты учли и другую проблему. Во многих муниципалитетах не хватает молодых специалистов. У нас ведется учет, каких специалистов в том или ином районе необходимо. Может учителей, может специалистов здравоохранения или сельского хозяйства. В зависимости от этого определяется приоритетность предоставления этих земельных участков. Теперь города и районы могут предложить молодежи земельные участки, предварительно согласовав с правительством республики. Новые поправки в законодательство, уверены парламентарии, решат сразу две проблемы. Муниципальное образование получит молодых специалистов, а те, в свою очередь, гарантированно землю под строительство. Бороться есть за кого. По официальным данным в Хакасии доля населения от 18 до 35 лет – треть от всей численности региона. Если же говорить об экономически активном, трудоспособном, то и вовсе половина. Изменения регламентируют и размер участков. В городах это 10-15 соток, в районах 15-20. Оформить весь пакет документов поможет созданный при Министерстве экономики Хакасии молодежный центр стратегических инициатив и проектов. Задача такая, что в ближайшие 5-6 лет нам вообще эту проблему надо в Хакасии снять. Хакасия стабильно развивается на сессии Верховного Совета. В рамках правительственного часа Виктор Зимин отчитался перед депутатами о работе правительства. Временно исполняющий обязанности главы Хакасии в цифрах представил, чего республика добилась за последние 4 года. Одно из главных достижений – наш регион поднялся в рейтинге по основным социально-экономическим показателям. Сегодня это 12-е место из 83 регионов. Оценил работу и федеральный центр, стал больше выделять денег на развитие. За счет этого Хакасия смогла решить проблемы, не посильные для местного бюджета. Запущены стройки регионального значения, новый больничный корпус, краеведческий музей и комплексная жилая на застройка новообразцова. Стоимость каждого – миллиарды рублей. Также реконструкция ожидает не только взлетно-посадочная полоса аэропорта Абакан, но и вся воздушная гавань. Для финансирования работ привлечены средства федерального бюджета. Общая стоимость – более полутора миллиардов рублей. В этом году будет завершена реконструкция полосы. В следующем проведем замену светосигнального оборудования. Еще одна задача – капитальный ремонт аэровокзала и создание комфортных условий для пассажиров. Несмотря на экономическую стабильность, не все проблемы по силу бюджету Хакасии. Сегодня нужна финансовая помощь в ситуации с детскими садами. Депутаты Верховного Совета подписали обращение к Дмитрию Медведеву. В нем парламентарии просят поддержки из центра. По указу президента республика, как и другие регионы России, к 2016 году должна полностью снять очередь в детские сады. Для этого Хакасии нужно построить и отремонтировать 29 дошкольных учреждений. Цена вопроса – полтора миллиарда рублей. При местном бюджете в оставшиеся два с половиной года сделать это невозможно. Между тем, нехватка мест в детские сады – серьезная проблема для нашего региона. В очереди сегодня остаются более 13 тысяч детей. Поэтому мы обращаемся к председателю правительства Дмитрию Анатольевичу Медведеву, чтобы на условиях софинансирования для нашего субъекта выделили 1 миллиард 200 миллионов рублей. Только тогда мы сможем исполнить указ президента. В Верховном Совете прошла выставка книг, выпущенных в Хакасии. Она приурочена к празднованию Дня русского языка, который пройдет 6 июня. Между тем, среди экспонатов издания на двух языках – хакасском и русском, выпущенные на гранты республики. Сегодня все школы обеспечены литературой на хакасском языке. В первую очередь – это учебники. За 5 лет в Хакасии вышло более 30 изданий. Многие из книг прошли федеральную экспертизу. На этом у нас все за новостями Республиканского парламента. Также можно следить и в Твиттере. Официальный аккаунт находится по адресу, который вы сейчас видите на экране. Выпуски парламентского дневника можете посмотреть также на сайте Верховного Совета Хакасии. Такой была неделя в Республике. Всего доброго.